Это довольно сложный бизнес, в котором нужно иметь абсолютно профессионального, надежного путеводителя, путеводную звезду. Нужно иметь человека, который тебя проведет через все камни, тернии и проблемы, которые встречаются на пути. Они, естественно, встречаются всегда и вообще. Надо, чтобы это было достаточно четко, понятно и, самое главное, прозрачно, чтобы мы ничего не чувствовали. Потому что это естественно, человек всегда чувствует, что обязательно кто-то хочет в это помочь, еще что-то. Надо, чтобы было все открыто, все понятно, чтобы даже не закрадывались и тени, и сомнения о каких-то, не знаю, подвохах. У меня такое ощущение, что когда мы работали с Оксаной, даже это странно может быть, выглядит, что у нее не было желания непременно нам что-нибудь, как бы вот. В ту лицу? В ту лицу, да. Не было такого. Похоже было, что ей хотелось нам помочь. И это естественно, это ее профессия, она на этом зарабатывает, но это очень хорошо, это нормально. Человек, который профессионал, должен зарабатывать хорошо, когда он хорошо делает свое дело. По-моему, получилось очень хорошо. Потому что у тебя был подход правильный, по-моему, абсолютно правильный, выверенный подход. Мы не тратили время на то, чтобы видеть то, что нет необходимости видеть. То есть мы смогли показать практически все то, что мы хотели. Из того, что есть, мы выбрали то, что нам нравится. Более того, более того, на третий день мы уже подписали договор о куплении квартиры. И после этого еще сумели отдохнуть. Да, что очень хорошо. Мы довольны выбором, довольны ситуацией. Спасибо большое. Еще хочу сказать. Мало того, что выбрали квартиру абсолютно без всяких проблем. Меня, кстати, это очень волновало, как мы выйдем там на адвоката, на банки, на это. Оксана нас взяла. И там во сколько? В три часа мы поехали к адвокату, решили все вопросы. Мы поехали в банк, решили все вопросы. То есть вот никаких проблем не возникло. Так как это для видеоинтервью, я хочу подчеркнуть, что мы, собственно, не наивные покупатели. У нас это примерно уже седьмой или восьмой тон.